Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 апреля. Вот и закончился этот длиннющий день. У меня сегодня получилось 12-часовой рабочий день в огороде, плотником. И тоннели высаживала, и в теплицу высаживала. Еще не забудьте, что там нужно полив, переноска, перестановка. И вот к концу рабочего дня, сейчас восьмой час вечера, я хотела сказать, заползла домой, но язык не поворачивается, я не заползла. Я заскочила по ступенькам, как горная лань. Если честно, чем больше работаю в огороде, вот один, два, три дня, тем лучше себя чувствую. Как бы немного уже это разработались все эти, которые залежались с моей суставы, шарниры. Очень хорошо себя чувствую. Птички поют у нас. Ну, вы видите, наверное, на видеороликах. И вот смотрите, все, что я сегодня сделала, и высаживала тоннели, и как там, все, и выгребала из лотка вот эту рассаду, выемку делала. Я все снимала, но мой интернет за мной не поспевает. У меня интернет намного медленнее, чем я, и все он сегодня, возможно, загрузить не сможет. Какие-то видео к вам приедут сегодня поздно вечером, какие-то завтра утром. И про теплицу, и про все. Все это будет. Снимаю все досконально, по просьбам. Ну, раз уж просят все снимать, все снимаю. Хожу, как ненормальная, с этим штативом по огороду. Сяду что-то делать. Сначала включу, расскажу, потом сделаю. Но зато это будет вот такая пошаговая инструкция. Даже первый раз человек сможет по ней все сделать. Начинаем. Комментариев сегодня, наверное, будет немного, потому что я вчера все, что могла, разобрала. А сегодня еще не все видеоролики выложены, поэтому немного сообщений. Поэтому, может быть, даже все я сегодня успею прочитать. Вот счастливая домохозяйка пишет. Только у вас на канале узнала, что надо сажать. Всегда думала, что садят. Ну, вот я всегда же говорю, что я пошла садить, садить. А мне говорят, что надо не садить, а сажать делают замечания. А я в следующий раз опять иду садить. Но вот тоже одна зрительница пишет. Я до сих пор сажу, думала, что сажают только в тюрьму, а растения садят. Я, наверное, до конца дней буду садить. Ну, вот я тоже мне, когда вот эти замечания делают, я говорю, ну, я знаю, что правильно сажать. Но я, наверное, так и буду садить до конца дней, потому что это уже впитано с кровью, ой, с кровью, с молоком матери. И бабушка так говорила, и мама так говорила. Мне делают замечания, я умом понимаю, но сердце выдает, садить надо идти, все, и будем садить. Ладно, вот это вот, скорее всего, иностранные у нас гости, Мрор, Лош, или это просто такую делают, специально для прикола, как это, Ник или как он называется. Пишет, только хорошо, что вы без выпендрёша, но ещё бы вот это вот, имя бы было такое же. Вот и народ подтягивается, наверное, хорошо, отвечаете нам, спасибо, а мы учимся, только у вас узнала, что такое семидольные листья. Вот видите, есть даже люди, которые не знают, что такое семидольные листья, а мне говорят, что вы для тупых, что ли, вот это всё рассказываете. И вот она пишет, я таких специалистов, как я, ещё много, спасибо вам. Значит, ни одно слово не пропадает зря, я всегда считаю, что если одному или двум людям помогает какой-то вот этот совет или рекомендация, это значит, не зря уже я проговорила эти слова и стратила своё время. Вот пишет Дмитрий Темнов, 20 тоже отсадился по вашей методике, клёво, быстро и очень ровно. Это, наверное, вот про дырочки и баночки. Я сегодня тоже по ним высаживала, покажу вам потом видео, уже готово. Так, также по вашим видео по сибирским сортам, в частности, Демидов, ну, очень у нас любовь с ним, рассада 6-7 сантиметров, ножки толстые, как у взрослых, и бантики плотные, сильные. Ножки толстые, мне это нравится. Да, я тоже люблю этот сорт, вот какой бы ни был год, там плохая рассада, остальная неплохая, но Демидов этой толстой ногой, он внушает оптимизм, он стоит такой толстяк. Я сегодня тоже высадила в это, в теплицу Демидовых, вот таких толстоножек, вот, баночки убрала, в эти дырочки поставила Демидов. Вот это моя высадка была, очень быстро. Светлана Супина пишет, очень рада, что увидела в работе эту чудо-лопату, так как именно сегодня её купила, но непонятно, как она будет выглядеть в работе, теперь всё ясно. Спасибо вам. Это вот про лопату, которую копаем. Мне муж давно дарит такие лопаты, у меня вот эта есть, потом ещё есть с дополнительным разрыхлителем, но ту я не очень, я в прошлом году обе обзор делала, показывала, но не очень хорошо было видно. Нынче буду копать, ещё покажу. И когда у меня спрашивают, что можно ли ей копать дёрн или там всё, но дёрн я ей не копала, потому что дёрна у нас в огороде нет, я не могу сказать. А вот утоптанную плотную землю копаем. На дворе, да, ну копаем. Я первый раз скопаю, вот эти вот комки крупные, утопчешь же, бегаешь с ящиками, с лотками, нормально, и ты люди так не утаптывают, а у меня вот я сейчас пока делаю эту тоннель, как стадион. Ну утаптывается земля вообще капитально. И вот первый раз прокопаю, вот эти комки, они сами не разрушаются, я по ним похожу, раздолблю своим весом, а потом ещё раз взрыхлю, и хорошо получается. И вот Катя Кантаева пишет тоже про эти же баночки, дырочки. С дырочками очень здорово получилось, действительно земля прогрета, быстрая работа идёт, и редиска, салат не повредила, сегодня высадила. Ещё раз спасибо за подсказку. Это вот спасибо зрительнице, которая подсказала мне, а я подсказала всем остальным. Так, Валентина Королёва, у нас на субботу прогноз на ночь, минус 4, Новосибирская область. Но я прогноз смотрела, у нас воскресенье, с субботы на воскресенье тоже ноль, минуса я пока ещё не видела, но ноль передают. Ну будем дуги ставить, будем не тканку. Вы же знаете, что у нас может быть минус и в мае, и в июне, и если ждать мы будем, когда вообще минуса не будет, тогда смысла не будет вообще высаживать так, ну как нам-то охота рано высадить. Но будем как-то стараться сохранять. И тоже Валентина Королёва пишет. Оля, здравствуйте, я не по теме, купила чудо-лопату, как у вас, но только с двумя ручками. Сегодня копала, захват большой, спина не устает, спасибо за советы и видео о ней. Вот из-за больной спины-то я вот эту приспособилась к этой лопате. У меня тоже смещение позвонков в двух местах, там, ну как обычно, хандрос, и какой-то там эти, молодые грыжи, а протрузии, молодые грыжи, протрузии есть. Это всё я заработала в течение многолетней работы официальной, когда я вышла на пенсию, я была вообще как развалена разбитая телега. Ну а сейчас что-то ничего, вот по грядкам скачу, с каждым годом всё лучшее, может и спина пройдёт болеть. Так, вот, пишет В.Оптимист, так дальше держать. Чудесная лопата, но на нашем чернозёме, наверное, так ловко не получится. Я не знаю, мы чернозёма не нюхивали, не видывали, у нас вот песчаная почва, но у нас тоже, если честно, утаптывается очень хорошо. Анастасия Куршин, как хорошо, когда есть план посадки, а я вот насадила разнообразие сортов и до сих пор не знаю, какие всё-таки дать приоритет, всю охоту запихнуть. Ну у меня я план зимой черчу, я же вам рассказывала, что планирую заранее, чтобы было удобно. Вот сегодня ещё одно будет видео, высокие и низкие, как расположить удобнее, какие разные схемы посадок могут быть, потому что кто первый раз купил теплицу и кто первый раз хочет туда всё впихать, он иногда действительно не может понять, куда высокие посадить, куда низкие, как лучше. Вот я две схемы вам нарисовала, даже схему начертила, чертёж, посмотрите. Марина Хаустова. Ольга, какая длина этой теплицы? Ширина, наверное, 3 метра. Спасибо за обзор. Ищу как расположить теплицу с востока на запад или с юга на север моей грядки. С юга на север, спасибо. И вот как раз, Марина, вам пригодится, я сегодня про теплицы, про расположение томатных грядок в теплице и рассказывала, как моя теплица расположена. Посмотрите, может быть, вам поможет. А теплица у меня обыкновенная, стандартная, 3 на 8. У нас они все такие, у меня все 1, 2, 3. Три теплицы, все 3 на 8, кроме придомовой. Вячеслав пишет. Ольга, здравствуйте, подскажите, какие сорта капусты вы садите ранние и поздние? Ранние я сажу, как всегда, классическую. Есть июньская и есть еще казачок. Это F1. Июньская она попроще, а казачок, она и семена дороже, он как поаккуратнее. А позднюю, вот в этом году посадила сахарную голову, а вообще сажу сибирские. Есть сибирячка у нас потом, ой, забыла, в том году подарок садила немножко. И садила эту, как она называется-то, вьюга. И вьюга. Знаете, я как капусту. Я по капусте не сильно там их рассортировываю. Вот захожу в магазин, какая пачка попадется, то и мне главное, чтобы было немножко раннее, всегда высаживаю брокколи. Брокколи или тонус сажу, или какой-то там есть еще. А цветную сажу и мавир, и казаредиза, и дачница. Ну вот какой пакетик первый подойдут, тот и сажу. Потому что я не вижу сильно большой разницы. Главное пораньше, я вот брокколи у меня уже взошла, когда высевала, главное брокколи пораньше получить и раннюю июньскую посеять пораньше, чтобы она оправдывала свое название, чтобы можно было в июне хотя бы покушать. Но не всегда так получается. Иногда она долго у нас холодно, сидит потом поздно, и мы капусту раннюю не всегда в июне кушаем. Ну хочется, конечно. А сортов принципиально у меня нет именно каких-то любимых. Татьяна Шмаренко пишет. Оль, добрый день. Меня мучает вопрос, с какой стороны теплицы лучше высаживать высокорослые томаты, с восточной или с западной. Вот как раз сегодня видео сняла, опять же повторяю. Сейчас вот выйдет видео, возможно, до того, как я вам отвечу на вопрос, вы уже его посмотрите. Пишите, с востока у нас солнце только с утра, зато с запада до заката не будет ли им жарко, и потом они будут затенять остальные ряды. Да, теплица у меня с тремя грядами ориентирована. Ну вот, посмотрите, как я высаживаю, и если будет жарко, я сетку для затенения последние годы использую, потому что сложно как-то контролировать вот это солнце. Но в том году был очень жаркий такой период. Александра пишет ей ответ. Если вы сажаете в теплице низкие и высокие растения, то соблюдайте ступенчатость. О, прямо у меня с языка сняла. Я как раз буду рассказывать одна схема высадки ступеньками, другая елочкой. Проследите, чтобы высокие не загораживали низких, чтобы маленьким тоже досталось солнышко, то есть в вашем случае. Ну вот, короче, все, все, что я говорила в видео, уже меня опередили, Александра, и все уже рассказала, все секретики. Любовь Гриневич, Шуля, вы такая умница-труженица, дай бог вам здоровья, в этом видео рассказывается, как безопасно себя избавить от муравьев. Вот я просила, что я бы с удовольствием узнала какой-нибудь совет. Сейчас копаю грядку. Все в муравьях. Они откуда-то из метра земли вылазят, вылазят, вылазят. Почитаю обязательно. Спасибо, Люба. Это нам надо. Я даже, может, запишу в тетрадку, а потом всем расскажу, если будет совет хороший. А это про то, что работать или нет церковные дни, в праздники пишет огород круглый год. У русского каждый день праздник. Ну, это то же самое, что кто празднику рад, тот накануне пьян. Мне, так как это, по возрасту уже пить алкоголь нельзя, так я и праздникам не рада. Только настроение испортишь, куда не пойдешь, везде пьяные люди. Так, Евгений Мангер пишет. Наконец-то у вас хорошая погода, все растаяло. Да, у нас погода прекрасная. Но я сегодня сделала маленькое видео, где я показала, там одна девушка возмущается, что за бред, только что у нее было холодно, уже сидит томат и высаживает. Я зашла за угол дома, показала ей сугробы, прям снег взяла в руки, что у нас не везде тепло. Вот там, где сижу я, тепло, зайди вот сюда, вот метров 20 за угол, там сугроб лежит. Это бред вот нашей сибирской природы такой. Елена пишет. Три года назад купила такую лопату, но почему-то не смогла ей копать. Сейчас пойду достану, попробую еще раз. Большое спасибо за видео. А я такой лопатой пользуюсь лет 10, не представляю, как я могла раньше копать простой лопатой. То же самое. Я теперь простую лопату не могу. Я вот, надо найти время, показать именно ее преимущество, что мы, когда простой лопатой копаем, мы вот эту вот поднимаем землю, именно спину нагружаем, и вот низ живота потом болит. А этой лопатой ногой воткнул, и там вот этот рычаг, и вот этот принцип рычага, хоп, и она сама выдергивает, только ножкой дрыгаешь, и все, идешь. Ну, еще тут одна женщина посоветовала, что надо 10 этих, одной ногой делать 10, другой, чтобы равномерно накачивались эти, ноги подкачивать. Светлана Башева. У нас картошку 1 июня высаживаем, окопаем 5 сентября картошкой, заваливаемся, хоть и садим небольшой кусок земли, такие урожаи на картошку, а вот в теплицу высаживаем в 20-х числах апреля, и топим. А сейчас холодно, снег валит, ждем с моря погоды, в прямом смысле слова, живем на берегу Охотского моря. Да, ждать с моря погоды, интересно, наверное. И здесь нет колорадского жука и в помине, вымерзнет на наших ветрах и морозах, ни змей, ни лягушек, но зато медведки, а, медведи по поселкам ходят, я думала медведки, многие на медведок жалуются. Нет, тогда у моря погода не очень интересно ждать. Ну, что змеи нет, хорошо, конечно, а вот что медведи, это страшненько. Добрый день, пишет Алсу у Розманова, а вы перцы в теплицу высадили? Алсу, дело в том, что перец, он более теплолюбивый, и я, например, перец не рискую высаживать в те же сроки, как с томатами, у меня многие спрашивают, перцы высаживаю намного позже, потому что вот сейчас я томаты высадила, и я знаю, я уже прогноз посмотрела, я знаю, что в воскресенье будет ноль, ноль на улице, это значит, неотапливаемая теплица будет, 5-6 примерно, 5 градусов для перца, я его так мучить не буду, я вот насчет этих томатов, знаю наверняка, что они выдержат, они уже сколько раз проверены, раз уж они в тоннелях растут, а перец, как поведет себя при 3-5 градусах, это неизвестно, вдруг обварятся листья, и нет, мы высаживаем перец позже, только тогда, когда установится стабильный плюс ночной погоды, когда ноль, я считаю, это еще опасно, где-то я вот смелая, где томаты высаживать, а с перцами я бы поосторожничала, вот пишет, про муравьев очень интересно, можно ли допускать образование гнезд теплицы, нужно ли с ними бороться, ну конечно, а если нужно, то чем, я сушила, разбрасывала листья ревеня, но безуспешно, от моих трудов, они моих трудов даже не заметили, буду признательна за ваши советы, и вот я написала, я тоже хочу узнать советы по борьбе с муравьями, ну тут уже мне подсказали, надо рассыпать манку, подсказали, надо рассыпать корицу, и вот я хочу в разных частях огорода попробовать разные средства, откуда они убегут, у меня в этом году, где прямой посев в грунт, в теплице посеяла томаты, смотрю, вся эта маленькая грядочка, вся-вся-вся, как в дырочках в таких, ну как ходы уже, там завелись муравьи, вот здесь копаю под тоннель, опять смотрю, столько много муравьев, вот я в разных местах, хочу там посыпать манки, там посыпать корицы, в другом месте, там еще вот третий способ испробую, будем, короче, делать эксперименты на муравьях, они меня достали, если честно, в том году открыла, там какой-то у нас лежал кусок чего-то, там столько белых яиц, они как побежали во все стороны, я же сама испугалась, очень много, Валентина Алфырова пишет, Ольга, вы всесторонне позитивная и трудолюбивая, всех вам благ, спасибо всем, потом Анна Астахова пишет, а вот про удобрения, завтра все-таки надо собраться, снять завтра или послезавтра, видимо, вот это очень важная тема, она уже два раза у меня спрашивает, Ольга Павловна, я понимаю, что вам сейчас край как некогда, но все равно спрошу, если вы заранее не заготовили лунки для томатов, то сейчас прям перед посадкой можно добавлять удобрения в лунку, я про то, что они не сожгут ли корешки, у вас-то уже более двух недель прошло, как вы лунки сделали, уже удобрения растворились, наверное, а как быть с удобрением непосредственно перед высадкой, может удобрение измельчать, я имею ввиду суперфосфат, калий, серно-кислое, вот я и отвечаю, что я и на предыдущий ответ хотела снять видео, потому что это касается всех, сейчас все будут пытаться что-то добавлять, обычно, когда рекомендуют нам добавлять осенью суперфосфат, мы, конечно, не добавляем, нам некогда, забываем, а сейчас, если его добавлять, он и плохо растворяется, в земле он не разлагается, вот это грануло, некоторые даже осенью, говорят, копаем, а еще весенние гранулы не растворились, это значит, они никакой пользы нам не принесли, и вот так как из-за проблем с похолоданиями, вот это отошло на второй план, я не сняла видео, я хочу завтра или послезавтра снять, но сейчас я в двух словах, вот я и объяснила, что я перемалываю на кофемолке, вот эти все удобрения, и суперфосфат, и вот этот калий серно-кислое, я завтра покажу, перемалывается очень быстро, но естественно, вот эта старая кофемолка, я ее взяла в оборот, она уже к еде непригодна, но ее на всю жизнь вам хватит, и вот эти вот, перемалывается, знаете, прям до пудры, и вот эту, когда, там же немножко всего, там сколько-то, ну прям несколько грамм, я беру прям, как щепотку, вот как подсаливаю лунку, все перемешиваю, и тогда она распределяется равномерно, она быстрее все это во влаге растворяется, и не будет никаких ожогов, а можно вообще ничего не добавлять в день посадки, обычно в день посадки, это очень у нас такой загруженный день, и нам все некогда, если еще вот это удобрение перемешивать, размешивать все, можно ничего не добавлять, а через день, два, полить раствором этих же удобрений, вот, например, сделать вытяжку из суперфосфата, вытяжка из суперфосфата, это самый, наиболее, быстро усвояемый, вот, как сказать, самый удобоваримый, вот этот суперфосфат для растений, я потом тоже расскажу, делается очень быстро, и делается, почему вытяжка, опять же, потому что суперфосфат, он не растворяется, в холодной влаге, в холодной воде, а делая вытяжку, мы заливаем кипятком, держим целые сутки, он весь растворяется, и когда сливаем с осадка, там делаем потом, из маточного, рабочий раствор, и вот, если полить, то это будет даже лучше, чем когда мы в сухом виде, вот так вот добавляем, но я тоже делаю по-разному, я когда в сухом виде брошу, когда ничего вообще не брошу, когда вместо суперфосфата, вот этой рыбной муки, золы добавлю, я считаю, что этого хватит, и фосфора, и калия, всякое разное, все это я обо всех, конечно, методах буду стараться рассказывать, просто сейчас, вот из-за этого похолодания, у нас была вот эта нервотрепка, нервяк, мне было не до этого, и я на время прекратила, вот эти видео, которые, не те, которые я снимаю во время работы, а те, которые, ну, как, например, о подкормках, что нужно дополнительно какую-то информацию дать, сейчас хотя бы по одному видео буду снимать, вот мечтаю снять об артовской смеси, потому что многие не знают, как применять, там есть разница, одно процентный, трех процентный, сейчас и деревья фруктовые опрыскивать, и можно, и рассаду опрыскивать, и можно землю поливать, это тоже очень хороший фунгицид, но многие в нем не разбираются, могут запутаться, сделать не так, им можно и обжечь, и все, но это все у нас впереди, конечно, по мере сил я смогу, если то сделаю, так, а вот, Людмила Печенкина спрашивает, я только не могу понять, что у нас в Омской области днем плюс 8, в огороде грязь, вода, а у вас на 23 апреля оказалось тепло, то у вас был холод, и вдруг вы садите помидоры, какой-то бред, мне так смешно, я прочитала этот комментарий, я побежала, скорее сняла сугроб, который у нас лежит, ну и написала Люда, погода непредсказуема, у меня в углах огорода тоже еще лед, и снег тоже есть, но вот это именно солнечное место, я про это и говорила, что для первой высадки выбираю самое солнечное место, где солнце круглый день, и тут у нас быстро, все моментально подсыхает, потому что представьте, какая температура, солнце пек, да, я сижу на солнце, а вот туда дальше отойди, можно на лыжах ехать, Александр Александров, Ольга, не сочтите задерживаться, но у меня сердце оборвалось, как вы мучаетесь, делаем маркировку палочкой, много лет, у меня тоже палка, каждый год уже 25 лет, но я вчера увидела в одном видео придумку такую, очень нужную и полезную, именно вам, посмотрите пожалуйста видео, по времени 16 секунд, вот я написала, что посмотрю, конечно постараюсь посмотреть, иногда, ну как посмотришь, и действительно облегчишь себе жизнь, вот Натали пишет, Ольга, вы замечательная, я живу на Ямале, как здорово, чудо лопаток, где можно такое купить, вы молодец, у вас начался огородный сезон, поздравляю, а у нас еще сугробы по поясу в огороде, вот только что, сугробы говорила, у нас тоже есть, а где можно купить, если честно, мне подарил муж, у него такие как, подарки практичные, потому что раньше я его заставляла копать в огороде, у меня, ну многие знают, что у меня астма, и вот сильно тяжелый физический труд, мне, я задыхаюсь, начинается спазм, все, и я просила его копать, но он нашел выход из положения, купил мне сначала вот эту лопату, потом через год купил еще одну, чтобы не было уж никаких там шансов мне попросить его копать огород, то вообще с разрыхлителем, не надо ходить комочки ногами растаптывать, и где он купил, у нас был где-то, ну садовый центр где-то на вокзале, его сейчас уже нет, я знаю, что она стоит дорого, она раньше больше тысячи стоила, но она оправдывает себя, и для моего мужа это было прекрасное приобретение, потому что с тех пор он огород не копает, по-моему уже много-много лет, сколько, 6, а может 8, даже наверное больше 10 лет, он не копает, копает чудо-лопата, волголовец чудо-женщины, так, табак табакевич пишет, переживая за ваших растишек, так за своих, ничего смешного совершенно нет, ждем от вас обзора о том, как отошли растишки, но я вот хочу сказать табаку табакевичу, что вы смотрелись сегодня 5 часов назад, но там же по-моему я даже ссылку выкладывала, там уже есть следующее видео, где они отошли, конечно они отошли, там есть некоторые с черными листиками, которые замерзли, листики навсегда, но томаты не замерзли, все нормально, так, пишет табак, конечно повыносливая к температуре, но для него страшен ультрафиолет, приходится закалять, сегодня делать буду обзор, вот кстати я пишу ему, что мы табак несколько лет выращивали, вот когда было повышение на сигареты, у меня муж курящий, но после того, как он его вырастил, на чердаке развешал, высушил, потом он сделал с него эту как вот, ну табачную, как перекрутить-то это, не понравился ему вкус, ему кажется, что он слабый, наверное в сигареты все-таки что-то добавляют, вот доядренности, несколько лет, на следующий год уже другую, махорку какую-то садили, все эти листья некоторые до сих пор висят, больше сеять не стали, он сказал, он для меня слабоват, но это конечно дело вкуса, наверное, я не пробовала, и конечно не могу судить, но я рада, что он не стал выращивать табак, он такой, листья здоровые у него, он места много занимает, и она его место тут же помидорно садила, по поводу контроля газа, на баллон можно установить манометр, но я не знаю, это надо у мужа спрашивать, что это такое, Ольга, не волнуйтесь, пожалуйста, если корневая хорошая, они отойдут, даже без точки роста, будут пасынки, вы правы, потом Татьяна Смирнегина пишет, смотреть можно бесконечно, на огонь, на воду, и как другие работают, класс, но я вам предоставлю возможность, сможете все лето смотреть, как я работаю с утра до вечера, это действительно очень интересно смотреть, особенно смотреть, как другие работают, иногда некоторые методы совсем же не совпадают, и там методы, способы, и всегда что-то новое найдешь в труде другого человека, ой, скоро конец, уже время подходит, Лилия Вальтер пишет, Оля лиха на своем тренажере грядку прокачала, у нас похожая лопата не очень впечатлила, но Оля процесс перекопки немного иначе выглядит, пойду достану опять эту лопату, поковыряюсь, посмотрю, такая же у нас, или немного другая, Вика Янович пишет, по сравнению со своими соседями, я пчелка-трудяшка, по сравнению с вами ленивый червяк, ну а Лилия Вальтер пишет, Викуля, червяки самые трудолюбивые создания, и кстати, когда про червяков сегодня писали, я опять задумалась, сейчас ты так вот думаешь, сидишь о мироздании, вот смотрите, как интересно устроен мир, червячок кушает землю, и какает потом, и вот то, что он какает, люди считают самым ценным, самым прекрасным, вот это вот для огорода, и опять же черви, вот у меня внук сегодня, ну нынче пришел, некоторые же как брезгуют, черви все, ну в огороде их копаешь, они такие чистенькие, они такие розовые, они вот как дети, сейчас они весной уже наверх вылезли, вот нам там сказали, что еще один признак, что грунт прогрелся, это черви на верхний слой вышли, ну и вот он сначала, внук ему всего 3 года, он боялся, потом я в руки взяла грунту, посмотри, какие они красивые, они чистенькие, они гладенькие, они не колючие, ничего, он набрал целую руку червей, так он так в них влюбился, он домой заставил меня в целлофановый пакетик положить, привез домой, они живут в благоустроенной квартире, мама его была в шоке, говорит, я ничего не поняла, я рюкзачок разбираю, сладости, шоколадки, и пакетик с червями, подарок от бабушки, вот, кому-то черви такие противные, кто-то же брезгует всего это, а мне, мне кажется, вообще интересные они такие, так Ирина Чабан пишет, спасибо всем потом, Ирина Романова, Ольга не заставляет делать нас именно так, а это про то, что, ну, говорят, что зачем вы заставляете всех рано высаживать, она просто делится своим опытом, а дальше каждый сам решает, сажать или нет, когда высаживать, смотреть и слушать надо внимательно, и я вот ответила, причем повторяю это в каждом ролике, вот в каждом ролике говорю, что я никого не принуждаю делать так же, но вы можете посмотреть и решить, подумать, подходит вам или нет, и может быть попробовать, Тамара Ганулина пишет, это, традиционный вопрос, а куда столько рассада, на продажу, да, ущерб серьезный, у меня в прошлый год все замерзло, на 20 штук, но 20 штук, Урал делал серьезное, Тамара, это не на продажу, вот все эти 2000 корней, я буду высаживать свой огород, потом посмотрите, тут 200 с лишним сортов, всего лишь по 10 штучек каждого сорта, ну некоторые по 20, Лариса Приставка, Оля, я тоже люблю, одна возиться на грядках, так хоть никто не мешает, я иногда говорю, я говорю, я не прошу помощи, вы только не мешайте, не ходите, ничего не топчите, и вообще, то на цветок, который вот этот пион только вылазит, красненькие вот эти вот, ну только-только зачатки, пройдут, наступят, хрюмс, то на лирию, я говорю, уйдите все, уйдите, я буду здесь одна сидеть, и сторожить свои цветы, Галина Панюшкина, у нас в Красноярске было сегодня минус 8, ого, я вчера накрыла в два слоя утеплитель, и никакой ветродуйки, вся рассада стоит молодцом, но я думаю, теперь уже мы сохраним как-то, я вот теперь, если будет минус 8, буду ночью выходить, раза два, я уже теперь ученая, вдруг правда свет отключат, или что-то, Ирина Филимонова пишет, спасибо, Оля, и все, вот сейчас последний прочитаю, Ирина Горшкова пишет, добрый день, подскажите, нормально ли то, что демидов практически не растет, нормально, дали только два настоящих листика, и сидят крепкие, темно-зеленые, не желтеют, не скручиваются, выглядят красиво, но они увеличиваются в размерах, грунт, полив, освещение, как у соседей, вот только что нам, там по-моему, Дмитрий, или я не помню, говорил, что у него демидов, такой красивый, 7 сантиметров высоты, ну вы представьте, 7 сантиметров, это коротышка, что с толстой ножкой, вот у него бантики такие красивые, и он такой и есть, ну вы представьте, если он во взрослом состоянии, всего 50 сантиметров, 50, то какой он может быть в рассаде, он вырастет, и еще у них есть, у этих толстоногих, такая особенность, они сидят, 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 их высадишь в открытый грунт, не успеешь оглянуться, через два дня придешь, а он в два раза больше, он вот так, сантиметров по удачу, ну вы вжеð не х fast спешите, я вам и перечисли,